Уважаемые телезрители, мы начинаем курс «Золотые лекции» об истории и настоящем русского театра. Меня зовут Ольга Галахова, я преподаватель кафедры русского театра. Студентам рассказываю как о прошлом, так и о настоящем отечественного театра. Тема моей лекции Константин Сергеевич Станиславский. Это тема совершенно необъятная, потому что со Станиславского начинается в нашей стороне режиссерский театр. И не только потому. Прежде всего, Станиславский был великий актер, и он принадлежит тому поколению режиссеров, которые выросли, их режиссура выросла из актерского искусства. Потом будут режиссеры возникать, которые не проходили эту актерскую страшную тяжелую практику. Вот сейчас в Европе очень много режиссеров, которые по высшему образованию художники. И не всегда режиссер актер. Станиславский – это тот режиссер, который находился в гармонии. Что я имею в виду? Все придумки Константин Сергеевича. Свет, звук, постановочные эффекты. Все это делалось ради актера, во имя актера, для того, чтобы актер мог органично творить на сцене. Вклад его в актерское искусство не только как гениального артиста, но и теоретика огромен. Вот, казалось бы, такой экспериментатор Европейского театра Ежи Гротовский, который приезжал к нам в Витис и учился и у нас. Приехал открыть для себя, закрепить свое представление о Станиславском, а уехал, открыл вахтангов. Так вот, есть статья у Ежи Гротовского, которая начинается такими словами. До Станиславского законов в театре не было. После Станиславского законы в театре появились. Поэтому первое очень важное качество Константин Сергеевич, так сказать, режиссера первой волны, режиссера-зачинщика, так сказать, режиссерского театра, то, что постановочная культура существовала в союзе с актерами. Партитуры режиссерские, которые он писал поначалу, обстановка того, что на сцене, это как раз, я еще раз повторю, было для актера. Потом он начинал как любитель. Вы знаете, что, наверное, когда они встретились с Немировичем Данченко в Славянском базаре, студенты очень любят это обстоятельство, и потом рассказывать о том, что они там всю ночь провели. Но на самом деле это не совсем так. Они в Славянском базаре встретились, долго там разговаривали, потом поехали на дачу к Станиславскому, и там вдвоем они обсуждали, каким быть театром. Они решили организовать свой театр. Хитрий Немирович был дворянин, но бедный, а Станиславский был, как вы знаете, из купцов Алексеевых. Станиславский – это сценический псевдоним, из богатых. И Немирович Данченко надеялся, что Станиславский станет директором, а он будет ставить спектакль. Но вышло все наоборот. Немирович стал директором, а Станиславский стал отвечать за труппу и за актерское дело. Они мечтали о театре, о новом театре. Надо еще отметить, что до этого… Кстати, Немирович Данченко пишет, что Станиславский слышал, что он талантливый любитель. Что имелось в виду? Он играл в любительских кружках. Он играл в любительских кружках, хотя на это ушло достаточно много времени у него, потому что когда они встретились с Немировичем, и когда открылся художественный театр, а это 1898 год, 14 октября, Станиславскому было на тот момент 40 лет. Это как раз зрелый возраст для режиссуры. Но до этого он очень много тоже ставил. Как режиссер он был увлечен очень, и на него повлияли менингенцы. Ведь никаких факультетов режиссерских не было. Режиссурей никто не учил. Режиссура в России возникла позднее, чем в Западной Европе, позднее, чем во Франции, позднее, чем в Англии, позднее, чем в Германии. Потрясающее дело было поставлено у немецкой труппы так называемых менингенцев, которые приезжали в России в 80-е годы дважды. Станиславский видел эти спектакли и был потрясен уровнем постановки дела. Немцы показали новый подход к театру. Колоссальное внимание к истории. На сцене использовалась даже антикварная всякая мебель, утварь. Внимание к материально-вещественному оформлению спектакля прошлого, глубокого прошлого. И еще второй момент – это работа с массовкой. То есть массовка не просто статисты, которые зевают и анекдоты друг другу рассказывают в то время, как царь Федор умирает. А массовка – это жизнь народа, жизнь толпы. Она срежиссирована, ее поведение на сцене срежиссировано. Это тоже показали менингенцы. И Станиславский был под большим впечатлением. И надо сказать, что первый свой спектакль, который он поставил в художественном театре в 1898 году, это как раз спектакль, которым открылся художественный театр, это «Царь Федор Иоаннович» по пьесе Алексея Константиновича Толстого. Я еще хочу сказать, прежде чем приступить к конкретному описанию этих спектаклей, что еще одно из качеств Станиславского, точкой, с которой произросла его страсть совершенства, как не покажется странным, это любительство. Когда он начал карьеру молодого артиста, он вдруг стал понимать, что нет никаких законов. Например, композитор, прежде чем играть, должен научиться как минимум нотной грамоте. Художник должен освоить анатомию, чтобы рисовать человека, артист драматического театра, вне каких-либо законов. И вот как, собственно, как, каким образом можно... Два вопроса, по сути, очень важных для Станиславского было. Как органично вызвать вдохновение и как закрепить найденное в драматическом театре. Театр — это вообще такое неуловимое искусство, потому что в основе этого искусства человек, живой человек. Больше ни одного такого искусства нет. И сегодня человек сыграл так, а завтра он сыграл так. Сегодня жена ушла, и он играет в соответствии с этим событием. А завтра жена пришла, он играет в другом. Как зафиксировать то, что ты нашел, а зафиксировав, не потерять вдохновение. Значит, вот Станиславский озадачен этим вопросом. Потом в его характере был заложен такой страстный поиск. Поэтому иногда его считали артисты художественного театра фанатиком. Когда он доводил артиста в своей системе до иступления, то Иван Москвин, один из выдающихся артистов художественного театра, назвал Станиславского большевиком. Вот это изживание любительства, попытка найти законы актерского творчества, это как раз то, что говорит потрясающе о Константине Сергеевиче Станиславском. Надо сказать, что вообще я как-то увидела аттестат его об окончании гимназии, и ничего не предвещало гения. Ну вот если бы вы посмотрели на этот аттестат, то это вот какой-то средний, средних способностей человек. И при этом он родился в семье купеческой. Ему, кстати, всю дорогу потом. Его издевалась пресса над ним, купец Алексеев, Купчина. Даже Чехов, когда написал «Вишневый сад», он думал, что Станиславский сыграет Лопахина, купца. А Станиславский предпочел Гаева. Тем не менее, да, родился в состоятельной, богатой семье. Работал на золотоконительной фабрике. Кстати, сделал открытие на выставке в Париже. Они получили золотую медаль за открытие золотоконительной фабрики. Что-то связанное с золотой канителью, да, вот это. Вот. Сам на фабрике работал, взвешивал золотники. Мал золотник, да дорог, Константин Сергеевич Станиславский. И надо сказать, что когда он уже работал, когда они уже открыли театр, он продолжал работать на фабрике. Он вкладывал позднее свои личные средства в студию на поварской. Он, конечно, бредил театром, а семья была очень театральная. Они держали ложи в театрах, они устраивали семейные театральные представления, домашние. И, конечно, бабушка Станиславского актриса француженка. Поэтому, значит, по линии, по-моему, не помню, по-моему, линии матери. Поэтому еще и гены передались театральные. Вот. И Станиславский был неистовым человеком, страстным человеком. Для него чрезвычайно важно было достичь идеала, достичь совершенства. И на пути к этому совершенству он никого не щадил и первого не щадил, первым не щадил себя. Забегая вперед, можно сказать, что он очень такую дорогую цену заплатил за свое, например, актерское творчество. Вы знаете, что последняя роль, им не сыгранная, это 1917 год, когда он репетировал «Село Степанчиково», где он играть должен был полковника Растанева. И Станиславский не смог разродиться этой ролью. Он настолько требовательно относился, режиссер Станиславский, к актеру Станиславского, что он не мог выйти на сцену, а Немирович Данченко вынужден был его снять с роли. Константин Сергеевич Станиславский умрет в 1938 году. Но с 1917 года, то есть, представляете, 20 лет, он не сыграет ни одной новой роли. Он будет выступать только в тех ролях, которые он сыграл до 1917 года. Поэтому это вообще отдельная тема взаимоотношения Станиславского режиссера и Станиславского актера. Чем мы обязаны Станиславскому? Мы обязаны тем, что это режиссер, который открыл талант Чехова. Это режиссер, который открыл талант Горького. Они были первыми с Немировичем Данченко, кто поняли дарование и уникальное дарование этих драматургов. Чехов стал автором художественного театра. Надо сказать честно, когда Станиславский прочел пьесу «Чайка», а эту пьесу принес Немирович Данченко, все-таки он был драматург, и литературный вкус Немировича Данченко был чуткий. Он принес, потому что дела обстояли в первый сезон художественного театра очень плохо. Уже нужно было закрываться, потому что дебет с кредитом не сходился. И Немирович предлагает поставить «Чайку». Это сейчас «Чехов», «Чайка». А до этого «Чайка» проваливалась в Александринском театре. И Чехов сказал, что он больше в театр не на голе. Он не мог вспоминать о том унижении, которое он пережил в Александринском театре. И про себя говорил сначала я доктор, потом я писатель, и потом я драматург. Вот такой факт красноречивый, что когда в первом сезоне существования театра, в середине 1898 году сыграли «Чайку», то в зале сидела ровно половина зрителей, было продано ровно половина места. То есть интерес к театру после потрясающей премьеры царя Федора Иоанновича угасал. Это весьма-весьма характерно для театров, которые открываются. Вот сейчас вы придете, посмотрите премьеру, удачно все, потом пришли второй раз, третий, уже на пятый не идете. И мало того, это был частный театр, то есть на частные деньги. И вот приносит Немирович Данченко эту пьесу, Чехов, Станиславский начинает читать. Сначала ему кажется, что не-не-не-не. Но Дар Немировича не в первый раз это будет. Он сядет вдохновить Станиславского Чехову, и Константин Сергеевич очень быстро напишет партитуру. То есть прописываются мизансцены. Во Франции режиссер практически называл себя мизансценер, то есть поставщик мизансцен. Пишутся мизансцены с подробными описаниями, кто где стоит, как свет ставится, какие звуки, то есть что делает актер, какие взаимоотношения. То есть подробно идет описание мизансцен, которые складываются в композицию спектакля. И в 1898 году, еще раз повторю, в середине сезона открываются «Чайкой». И вы можете себе представить, какой был эффект, если театральный критик, правда он доброжелатель относился к художественному театру, Николай Ф. Росс вскочил на стул в конце и стал кричать «Браво!». Ну, театральные критики обычно так себя не ведут. Хочу сделать одно уточнение. Художественный театр, тот, который в Камергерском переулке мы с вами знаем, этот театр был построен в 1902 году и открыт. Архитектор Шехтель бесплатно сделал проект. Меценат Савва Морозов, который очень помогал театру, любил художественный театр, вот выстроил этот театр. А в 1898 году премьера царя Федора и «Чайка» игрались в каретном ряду в Эрмитаже. Актерами, как говорит Станиславский, мы стали на спектакле «Чайка». В своей книге «Моя жизнь в искусстве» он называет это «Линией интуиции и чувства». И считает, что именно чеховский репертуар сделал художественный театр художественным театром и не случайно «Чайка» на занавесе этого театра. Они поставили все пьесы. Многоакны Чехова. Они боготворили Чехова. Называя серьезные потрясения своей жизни, Станиславский пишет «Это смерть Чехова и смерть Толстого». В своих воспоминаниях он много говорит о Чехове. И, будучи человеком, еще и очень благодарным, он счастлив, что Антон Павлович Чехов оказался с ними рядом, с ними вместе, что он оказался строителем этого театра. Надо сказать, что Чехов повлиял и на актера Станиславского, и на теорию Станиславского. Основные законы, по которым сегодня учится театральная молодежь, не только у нас, но и в других странах, особенно почитаем Станиславский в Соединенных Штатах Америки. Там есть своя школа по Станиславскому, Лист Расберга. Все эти азы, которыми руководствуются актеры, физическое самочувствие, первый круг внимания, второй круг внимания, сквозное действие, сверхзадача, действенный анализ пьесы, потому что театр — это действие, прежде всего действие. Как организовать действие на сцене? Как не впасть в ситуацию, когда слова просто оказываются мертвой фактурой? Как слова подкрепить этим действием? Кстати, поздний Станиславский, когда он ставит «Мертвые души» в 30-е годы, он максимально убирает постановочные эффекты. Он весь сосредотачивается на искусстве актера. Можно добавить «Я в предлагаемых обстоятельствах» роль фантазии и так далее, и так далее. Это учение Станиславского, над которым он работал всю жизнь. И, надо сказать, заплатил очень серьезную цену за это, потому что это учение ограничило Станиславского как актера, о чем я уже сказала на селе Степанчиково. Значит, если говорить о режиссуре, вот, например, царь Федор Иоаннович, историческая драматургия, как ставилась, какая была традиция, даже в самых богатых театрах, собрать из подбора, поставить обстановку. Станиславский приглашает художника Симова, он ученик Сурикова, и пишет режиссерскую партитуру. И после спектакля критик Николая Фростна пишет, было два героя в этом спектакле, «Мизансцены» и «Москвин». Вы, перелистывая фотографии, можете увидеть, как строит гениально «Мизансцены» Станиславский. И вот испуганные глаза царя в пол лица огромные, ему шапка Мономаха велика, скипетр и державу держать тяжело, и вот это боярство, которое окружило этот трон с этими шапками, оно как бы задавило этого царя Федора. Это только одна картинка. Но по этой картинке вы видите, что такое «Мизансцена», вы видите отношения. И даже если вы не знаете русского языка, не знаете истории, не знаете, кто такой царь Федор, ничего не знаете, посмотрев на эту сцену, вы поймете все действенные отношения. Толпа, как Саниславский описывает, даже бутафорию, пир у Шуйского. На голодный желудок это описание читать нельзя. Гуси, свиньи, кулебяки. Просто подробно, подробно, подробно список дается пира Шуйского. То есть, с одной стороны, удивительная детализация, с другой стороны, он думает о внешнем образе толпы, о построении «Мизансцены». Спектакль имел огромный успех, но вот я вам уже сказала, что потом все было не так безоблачно. Открытие наступило с Чеховым. В чем открытие? Вот, например, был такой критик Александр Кугель, который не любил Станиславского и Мерхольда, вообще не любил режиссерский театр. Он говорил, столярно-малярные работы Станиславского и малярно-столярные работы Мейерхольда. Не любил он и Чехова. Считаю, что Чехов в своей драматургии убрал героя со сцены. Это противоречит принципам развития мировой драматургии. Художественный театр дегероизировал сцену. На подмостки художественного театра выходили интеллигентные люди. И при том, что Кугель считал, что художественный советовал Качалову к Неперчеховой бежать из художественного театра в Малый театр, мотивируя это тем, что если Ермолова идет по улице «Великая трагическая актриса», ее все узнают. Если Южин идет, его все узнают, а вас никто не узнает. Но, тем не менее, даже он написал, чем мы должны быть обязаны художественному театру, это тем, что он сделал профессию актера, профессии интеллигентной, профессии интеллигенции. Актер встал на уровень с врачами, докторами, а не так, как еще совсем недавно в пьесе Антона Павловича Чехова «Чайка» Нина Заречная говорит о контракте, по которому она должна ехать в вагоне с купцами, которые к ней будут приставать. Это, кстати, был пункт контракта. То есть Нина Заречная находится на... Вообще, вот еще чуть-чуть, и это падение. Хорошенькие молодые актрисы должны были ублажать купцов, уговаривать их. Это пункт контракта. Так вот, уже попробуй с таким предложением подойди к артистке художественного театра Книпер-Чеховой и Талисовицкой. Такое трудно представить. Даже когда еще Книпер-Чеховой не была Чеховой, а просто Книпер. Тоже, значит, Чехов, во-первых, это на сцене на сцене обыкновенный русский интеллигент. Не герой. Вот, например, одно из тоже основных терминов в системе Станиславского внутренний монолог, да? Так вот, внутренний монолог в любой роли считает Станиславский есть внутренний монолог. То есть не говорятся слова, а играется состояние слов как бы. Так вот, внутренний монолог это то, что подсказал театр Чехова. Потому что драматургия Чехова заключается в том, что слова скрывают чувства. Как это сыграть? Как найти адекватное сценическое воплощение? И здесь много чего придумывает Станиславский. пауза, пауза, которая не просто механическая остановка, а пауза это продолжающееся эмоциональное состояние героя. Или пауза как подготовка к взрыву. Взрыву Маши в трех сестрах. К печальной интонации Астрова в этой Африке такая жарища. Что это за фраза? Когда он смотрит на карту и уезжает и понимает, что к дяде Ване он долго-долго не приедет из-за Сони к своему другу и товарищу. То есть дальше Станиславский совершенно другие права дают звуку. У нас до сих пор в театре, если мы приходим иногда в театр, то такое впечатление, что мы присутствуем на спектаклях до эры Станиславского. Что я имею в виду? Если веселенькая музыка Моцарт, если грозная музыка Бетховен, то есть музыка сводится к иллюстрирующей роли, иллюстрирующей состоянии эмоциональное. У Станиславского звук был вписан в режиссерскую партитуру. Вот понимаете, вот, например, Вершинин говорит Стузенвахом о будущем. Какой прекрасной будет жизнь через 100-200 лет. А в это время Станиславский пускает гармонь на полные меха пьяного гармониста за окнами дома. А понимаете, да, сразу возникает объем. То есть тут про будущее, а вот оно настоящее. И Бог знает, когда это будущее, в котором не будет пьяного, пьяной грубости. Где там, где возникнет всеобщая ответственность за наше будущее, где возникнет эта потребность соответствовать прекрасному, искать это прекрасное. Это все вопросы, которые задавал Станиславский. Он насыщал сцену миром звуков, которые давали человека в гармонии с природой. И звук колокола, птичий гвалт, там, скажем, в «Трех сестрах» в начале, весенний. И мы слышим, как удаляется пролетка с Серебряковым и Еленой Андреевной, и как лошадь сначала стучит по песку, потом по гальке, и звук все тише, тише, тише. Мы этого не видим. Но это апелляция к нашему воображению. Станиславский сам о себе говорил, что он родился на сломе эпох в 1863 году, через два года после отмены крепостного права. Кстати, он говорил о том, что следы крепостного права он помнит. Он пережил Первую мировую войну. Кстати, Первая мировая война застает его в Германии. Он пережил гражданскую войну, революцию, гражданскую войну. Революцию не принял, потому что считал, что революция убивает гуманистического человека. Гуманность. И умер в 1938 году. Помимо того, что он открыл, когда был сорокалетним человеком, Горького, Андреева, Чехова, в 20-е годы он открыл талант Михаила Афанасьевича Булгакова. Пьеса «Дни Турбиных» была поставлена в 1926 году вместе с режиссерской группой. Он откликнулся на талант Леонида Леонова, Иванова, Катаева. Константину Сергеевичу мы обязаны высочайшим уровнем арктерского искусства. Мы обязаны тем, что Россия, которая брала уроки у западной режиссуры, была ученицей в 20-м веке, стала страной мощных режиссерских имен. И какое бы имя вы ни взяли, оно будет связано с художественным театром и с Таниславским. Я бы хотела зачитать одну стату. В день своего 70-летия Станиславский оторвал клочок от бумаги, в которую были завернуты цветы, и во просьбе артистки Тихомировой что-то быстро написал ей на память. Вот эти слова. Долго жил, много видел, был богат, потом обеднел, видел свет, имел хорошую семью, детей, жизнь раскидала всех по миру, искал славы, нашел, видел почести, был молод, состарился, скоро надо умирать. Теперь спросите меня, в чем счастье на земле? В познании, в искусстве и в работе, в постигновении его. Признавая искусство в себе, познаешь природу, жизнь мира, смысл жизни, познаешь душу, талант, выше этого счастья нет, а успех бренность. Какая скука принимать поздравления, отвечать на приветствия, писать благодарственные письма, диктовать интервью. Нет, лучше сидеть дома и следить, как внутри создается новый художественный образ. С вами была Ольга Галахова, доцент кафедры истории русского театра Государственного института театрального искусства, кандидат искусствоведения, главный редактор газеты Дом актера газета «Да». Тема моей лекции режиссер Станиславский. Я надеюсь, что у нас еще состоятся новые встречи. Редактор субтитров Корректор А.Егорова